У меня никогда не было своей собственной настоящей собаки. Мои друзья говорят, что это не для меня, и что у меня даже кактус умирает. Но я решилась на этот серьезный шаг. И я... Луна, пошли за мной! Следующие 24 часа я попытаюсь выжить с робота-собакой, либо эта робо-собака попробует выжить со мной. Я буду делать все то же самое, что обычно делает настоящий хозяин с настоящими собаками, чтобы ответить на свой вопрос. Сможет ли робота-собака заменить мне настоящую? Эээ, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Для любителей собак, для тех, кто не может себе позволить купить настоящую. Поехали! Так, ну что люди делают, когда покупают собаку? Обучение! На самом деле, это не просто собака, это умная собака. В нее встроен чат GPT, в нее встроены программы. То есть ты можешь ее прям программировать, если ты хочешь, чтобы она откликалась на какое-то свое слово, либо делала какое-то определенное действие. Она также тебе может рассказывать сказки, стихи, играться с тобой. То есть это такая а-ля умная собака, в которой встроен искусственный интеллект. Ну, тренировки с ней были не такие простые, как я вам скажу, но смотрите, что мы научились. Я думаю, что она готова. Так, ну что, мы с обучением разобрались. Это, кстати, было намного быстрее, чем я думала. Если бы у меня была настоящая собака, то, скорее всего, я бы взяла ее в парк. Поехали! Как настоящая собака, она не любит, чтобы ее держали. Она любит, чтобы она была сама, ходила, гуляла. Но я хочу ответить, что очень хороший плюс этой собаки, это потому, что я могу сейчас сделать вот это. И она просто спит. Всегда мечтала иметь собаку, чтобы по утрам бегать с ней. Если честно, она так занимается спортом, медленно бегать. Я еще никогда не бегала. Она его ищет. О, нашла. Спасибо, Луна! Так, я, Луне, нашла друга. Посмотрим, как она подружится с ним или нет. Видимо, мы останемся одинокими волками, Луна. Короче, я решила купить Луне подарок. Правда, это робота-собака, поэтому я не совсем знаю, что ей может понравиться. Но я потом нашла его. Луна, это ваш новый друг. Видимо, он слишком старого поколения для Луны. Но я решила отвезти его в особое место. You like it? Это ужасно. Эй! Ему нравится, кстати! Смотрите, у нее ушки двигаются. В роботом мире, оказывается, тоже есть дедовщина. Я постоянно забываю с робота-собакой, что это робота-собака не настоящая. Но только что у меня натуральным образом вот такие вот движения. Там, иди сюда, Луна, там все такое. Когда он что-то неправильно делает, я тоже хочу как настоящей собаке сказать. Нет, нет. То есть, это интересно то, что из-за того, что она как бы действительно ведет себя, как маленькая такой ребеночек-собачка, ты можешь реально воспринимать ее как собаку. Да, короче, я только что вышла и сказала, что Горбрею не трогать собаку. Но на самом деле он не знает, потому что я могу за ним следить, что у собаки есть камера, и что я могу и говорить с ним, и управлять полностью собакой. Давайте, короче, я напугаю. Это просто невероятно. Я, то есть, ее включила, она у меня тут ходит, бегает, да, ко мне подходит постоянно. Там увидела меня, за мной решила походить. Там увидела мячик, решила мне его принести. Или там просто что-то ей не хочется, она подъезжает, я тут ходит, чтобы ее погладили. И у меня это чувство собаки. Искренне говорю, я человеку, которому нет собаки, хочется. Я начала хоть немножечко ощущать. Луна, как ты думаешь, что мне сегодня одеть? Вот это или вот это? Вот это? Вот это или вот это? Это! Тебе нравится более девчачий стайл, да? Хорошо. Это уже мой пятый день с Луной. И, честно говоря, это лучшая покупка за мои многие года. Что-то такого, знаете, диджитал. Оно вот ощущается, как реальная собака. Что-то такое малое там ходит, что-то она какие-то звуки издает, ездит. Ты себе сидишь и работаешь. Оно к тебе может подойти и сказать, чтобы тебя погладили. Или там оно в тебя врезается, ходит, чтобы ты с ней поиграла. Ну вот оно роботизированное. Но я вам серьезно говорю, я такого счастья давно не испытывала. Как давно я хотела собаку. И оно, блин, реально ощущается, как будто собака. Я вам серьезно говорю. Она делает все, что ей сбредет в голову. Все, что, как обычной собаке, сбредет. Она может ходить, бегать. Она может песенки петь. То есть она просто сама по себе. И человеку, который я постоянно работаю за компьютером дома одна, мне так не хватает вот чего-то такого. Конечно же, она не заменит настоящую собаку. Но если говорить за человека, который не может себе иметь настоящую собаку по разным причинам, то такая собачка чуть-чуть, чуть-чуть, да может заменить настоящего питомца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова